Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 30 мая. Как всегда, пройдемся по всем знакам, зодиакам. Вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Колесо фортуны. Старший аркан. Сдвиг прогресс в каких-то ваших делах. Сюрпризы приятные, известия, новости. Например, была стагнация. Не было какого-то прогресса, допустим, в вашей жизни. Что-то не сдвигалось из места. Либо вы ждали каких-то известий, новостей. Ну, как будто застой какой-то был. Здесь внезапный поворот. Здесь внезапно что-то сдвинется с места. Внезапно произойдет какой-то прогресс вперед, движение вперед в лучшую сторону, в лучшее направление. Это может быть какой-то приятный сюрприз от вселенной, подарок. Это может быть расширение вашего бизнеса, если он у вас есть. Увеличиваются клиенты, увеличиваются ваши доходы. Потому что здесь энергетика планеты Юпитер. А Юпитер у нас отвечает за потрясающие подарочки, сюрпризы, расширения, увеличения в нашей жизни. Изменяет что-то в нашей жизни в позитивную сторону. Для кого актуально, это могут быть новости о переезде, об иммиграции. Это может быть какие-то документы получаете. Занимались вопросами документов, связанные за границей, допустим. И получаете какой-то документ. Или получаете какое-то разрешение, какую-то визу. Или может быть паспорт оформляли, и наконец-то он придет. Или там, не знаю, еще что-то делали. Или может быть вы расширяете свой бизнес, и он теперь расширяется у вас на интернациональном уровне. Вы привлекаете клиентов из-за границы, допустим. Здесь, конечно же, будет много работы, и много, конечно же, здесь будет клиентов также. И доходы, конечно же, здесь будут увеличиваться. А для азартных игроков, я бы, наверное, сказала, это игра в лотерею. Можно попробовать, купить билетик. Здесь, может быть, даже и повезет, потому что фортуна будет на вашей стороне. И вообще это успех, удача, везение. Когда в чем-то просто может повезти. Когда вы очень что-то хотели. И здесь, может быть, знаете, сами не ожидаете от прогресса, который может произойти с вами. Так что дерзайте. Петерец. Пятерка. Пятерка пентаклей. Здесь пару вариантов, давайте по порядку. Изначально здесь, может быть, для кого-то это финансовый кризис. Это какие-то финансовые проблемы, которые нужно внезапно решить. Это, может быть, какие-то траты, которые вы внезапно должны будете потратиться на что-то. Это потеря денег, может быть. Или это какие-то переживания, страхи, волнения, связанные с вашей финансовой ситуацией. Это могут быть страхи бедности, нехватка денег. Что-то внезапно, может быть, нужно будет заплатить. И вы не рассчитывали, не просчитывали это в своем бюджете. И теперь вы не знаете, осилите ли вы это или нет. И как вы будете дальше, может быть, в этой ситуации развиваться. Также это может быть еще, как вы в подобной ситуации уже оказывались в прошлом. Когда, может быть, не было денег. Когда вот здесь, знаете, были какие-то финансовые такие сложные ситуации. И вы, может быть, считаете, что в очередной раз что-то повторится с вами. И раньше времени вы начинаете очень волноваться и переживать за какие-то финансовые вопросы, которые, может быть, у вас на данный момент происходят в вашей жизни. Второй вариант здесь может быть, когда у вас все в порядке с финансами. И это абсолютно вас никак не касается. Это, может быть, кто-то из вашего окружения, из близких, из родных, будет нуждаться в вашей поддержке, в вашей финансовой поддержке, помощи. И здесь, может быть, нужно будет потратиться на кого-то, помочь финансово. Либо, может быть, кому-то негде будет жить. И вы будете что-то для них организовывать. Или, может быть, кто-то попросится к вам временно пожить. И к вам переедут. Или еще вариант здесь может быть, когда кто-то просит. Вот долго, допустим. У вас. И вы будете, может быть, одалживать какую-то сумму денег. Но имейте в виду, что если вы даете в долг человеку, которому вы будете давать эти деньги, он может рассчитываться с вами очень долго. Либо, может быть, не вернуть какую-то сумму денег. Поэтому давайте то, что вы можете подождать, либо простить, либо подарить какую-то сумму. Если придется. Если человек, может быть, решит не вернуть, некрасиво может поступить. Вот просто учитывайте это. И последний вариант я бы предоставила сюда. Это, может быть, что-то касается здоровья, допустим. Вот здесь, может быть, приболеете. Или вялость, уставшись. Это, может быть, горло разболится. Либо ангина, простуда. Вот когда не нужно относиться халатно к своему здоровью. Когда стоит просто пройти какое-то обследование, проконсультироваться у врача, попить какие-то таблеточки, может быть. Или просто полечиться на травках. Сделать какую-то профилактику, допустим. Если что-то давно беспокоило. Ну, к примеру, если вы кашляете очень давно, да. Здесь можно какими-то такими методами полечиться. Не обязательно прям травить себя таблетками. Но если нужно, то лучше это делать, да. Чем запускать свое здоровье. Вот. Близнецы. Десятка. Десятка жезлов. Здесь, знаете, когда что-то заканчивается, завершается, в чем-то ставится точка, происходит какая-то куллиминация, получаете какие-то результаты. Да, может быть, что-то давалось и нелегко, непросто здесь. Здесь с тяжестью, с трудом вы постоянно преодолевали какие-то препятствия. Ну, наконец-то достигли, получили, завершилось. Все. Вот. Второй вариант здесь может быть, когда вы берете на себя какую-то ответственность. Когда вы, может быть, в этот день, знаете, будет такой очень суетливый, много работы, много суеты, ответственности. Если что-то взваливается на ваши плечи, здесь нужно решить все быстро. И здесь, вот, может быть, вы будете немножко уставать. Это может дать выгорание. Потому что вы будете пытаться сделать все изо всех. И поэтому совет по этой карте будет, берите ту ответственность на себя, которую вы можете физически осилить. Либо просите помощи, либо делегируете, либо пересмотрите то, что вы будете делать. Вот. Может быть, что-то нужно прекратить, отпустить, или там что-то, от чего-то избавиться. Да, вот. Не пытайтесь контролировать все сами. И пытаться делать все сами, да. Потому что здесь немножечко как будто нужно расслабиться, отпустить что-то, попросить о помощи, или сделать с кем-то вместе, принять какую-то помощь. Научитесь принимать помощь. Вот. А не пытайтесь, что вы лидер, вы все с вами сейчас быстренько все организуете, и у вас получится быстрее, чем у других. Да, может быть, это будет и факт. Но здесь просто может отразиться на вашем самочувствии, на вашем здоровье. Поэтому поберегите себя и свои, как бы, нервы, да. И вот здесь лучше просто поделегировать, попросить помощи, и все решится. В любом случае вы достигнете. В любом случае все то, что вы задумали, вы получите. Вот. Ну, просто сделать нужно, это будет умнее. Рак. Восьмерка. Восьмерка мечей. Какие-то страхи, переживания, ограничения, волнения. Когда вот, знаете, такая внутренняя волна, нерешительность. Переживаете очень сильно, волнуетесь, высказать свое мнение. Кому-то, может быть, боитесь, что при разговоре с кем-то, кто-то может повысить голос, или постоянно разговаривает на повышенных тонах, или раздражается. И поэтому, как будто вы немножечко ограничиваете себя от какого-то общения с каким-то человеком, либо боитесь высказать своего мнения, либо там, где вам некомфортно, в ситуации, в которой вы попали, вам, может быть, не совсем комфортно, не очень-то хочется там находиться. И здесь как будто принуждаете себя ради чего-то, ради кого-то. Либо, может быть, здесь что-то зависит не от вас, а от самой ситуации. Также ваше окружение может вас совершенно не понимать, не поддерживать, пытаться внушить вам какой-то негатив, убедить вас, что у вас что-то может не получиться. Например, может быть, вы решили, что вы хотите поменять, не знаю, свое направление. Хотите заниматься совершенно другим делом. И кто-то пытается вам сказать, что, да ну, ерунда какая-то, да у тебя не получится, зачем тебе это надо, да? Это, естественно, обижает. И, естественно, здесь приводит к сомнениям каким-то, потому что вы тогда начинаете сомневаться в себе, в своих способностях. И здесь не нужно прислушиваться к таким людям. Здесь нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Что вы именно хотите, как вы хотите, да? Здесь не нужно себя загонять в угол и сами себя ограничивать, да? Здесь не нужно этого делать. Здесь просто нужно разобраться со своими блоками, страхами, да? Расслабиться немножечко, и вы сможете поправить любую ситуацию. Потому что здесь вы не связаны ногами. Вы можете идти. Поэтому это вы сами себя загоняете в угол. Здесь просто здраво надо оценить ситуацию и как бы все должно здесь сложиться. лев, тройка, тройка пентаклей. Здесь могут быть какие-то вопросы, связанные вот именно с вашими финансами, с заработками, да? Потому что здесь вы являетесь каким-то специалистом. У вас, может быть, есть какие-то знания, какой-то опыт, какое-то образование, профессия. Вот где вы хорошо совершенствуете в какой-то области. Вы просто являетесь специалистом или мастером своего какого-то дела. Здесь может быть какой-то контракт, заключение сделки, подписка договора. Может быть, кто-то будет обращаться к вам, к вашим услугам. Например, если вы работаете на себя, у вас появится клиент. Либо, может быть, вы устроитесь на новую работу, которую будет, естественно, оплачивать за ваш труд достаточно прилично, да? Ну, как вы хотите. На ту сумму, которую вы хотите, может быть. Вот. Здесь еще, может быть, купли-продажи, что-то продаете. Или, может быть, здесь нужно будет общаться с кем-то, о чем-то договариваться. Какие-то переговоры могут быть. Такое вот коллективное какое-то решение, может быть, нужно будет принять. Или общаться в каком-то коллективе. Или делать что-то совместное вместе с кем-то. Какой-то проект. Может быть, вы возьмете какую-то работу, где нужно работать вдвоем. Где нужно работать, может быть, посменно. Или допоздна. Потому что это еще ночная карта. Может быть, нужно делать какие-то дополнительные часы, чтобы завершить какой-то проект. Вот здесь, может быть, у вас клиент такой появится, который заказ такой срочный. Нужно срочно что-то выполнить. И вы будете погружаться во что-то, планировать, просматривать, как лучше сделать. Или как правильно. Вот что-то организовывать. Может быть, будете вместе с кем-то еще. Как вариант тоже может быть. Если недавно ходили на собеседование, и вы в поиске работы, то, судя по этой карте, это будут позитивные какие-то новости, ответы. И вот здесь, судя по этой карте, вам пришлют контракт, заключит сделку, или подпишет договор какой-то. Или какие-то денежки еще поступят к вам. Может быть, вы что-то сделали, выполнили, продали. И вот здесь вот получение какой-то суммы денег еще. Дева. Восьмерка. Восьмерка. Восьмерка чаш. Стабильная ситуация. Все вроде хорошо, в порядке. Хочется большего. Хочется лучшего. В своей жизни. Потому что у человека есть желание, есть какое-то стремление. И здесь, может быть, даже вы пытаетесь найти себя. То, что будет в очередной раз вас вдохновлять, нравится. Потому что здесь человек, может быть, перерос. Перерос. На работе, в которой вы находитесь, вы уже переросли. Вам не нравится, может быть, организация. Не нравится коллектив, в котором вы работаете. И, может быть, вы решите поменять, сменить что-то. Сменить работу, сменить жилье. Сменить отношения. Выйти из каких-то отношений. Вообще что-то отпустить. То, что уже, знаете, изжилось. То, что вам не нужно совершенно. Потому что здесь нужно уже смотреть в будущее. Потому что в будущем открываются перед вами новые двери. Новые возможности. Хорошие предложения. Есть возможность что-то улучшить. Наладить. Принять свою жизнь. Достаточно позитивное. Для кого-то это, может быть, вопрос связан с переездами. С поездками. Когда вы берете какую-то возможность. И для этого нужно переехать, допустим, жить в другой город. Или вы переезжаете за границу. Едете на заработки. Или, может быть, вы уже находились и там. А теперь возвращаетесь обратно. Хотите какого-то комфорта уже для себя. Или в течение дня, может быть, от чего-то будете отказываться. Что-то будете отпускать. Кто-то может от вас уходить. Даже если такие ситуации будут, то это к лучшему. Потому что здесь вселенная предоставляет вам еще какие-то возможности новые. То, что не ваше, оно уйдет от вас. Потому что вас будет ждать еще лучше. Что-то впереди. Семерка. Семерка чаш. Здесь вот такая вот карта. Карта желаний, иллюзий, мечты. Когда вы мечтаете о чем-то. Когда вы что-то воображаете. Когда здесь, может быть, есть такое вот стремление получить желаемое. Или, может быть, это какие-то вещи и сны вам снятся. И вот здесь вот, может быть, еще немножечко отходить от реальности, наверное. Вот так бы я бы сказала. Также еще это карта выбора. Когда нужно выбрать что-то, определиться. Что для вас главное, важно на данный момент. Здесь не нужно распространять свою энергию на все семь чаш. Или, как говорится, делать что-то одновременно. Да, и там сделать что-то, и здесь сделать. Но в итоге вы ничего не доделаете. Потому что вы начинаете распыляться. Все делать одновременно. И вам нужно обязательно выбрать что-то одно, чтобы довести дело до конца. А не оставлять на полдороги. Поэтому придется здесь выбирать то, что важно сейчас, на данный момент. И начинать действовать сегодня, а не откладывать это на потом, на завтра. Вот. Поэтому здесь вот немножечко вот такой вот момент. Или кто-то в позитивном случае еще. Да, здесь вообще позитивная карта. Ну, еще в позитивном смысле. Здесь еще, может быть, это как составлять карту желания. Допустим. Или вы получаете уже желаемое. У вас, может быть, список желания было. И что-то из желаний исполняется, допустим. Также еще здесь, может быть, предоставляет кто-то вам много выбора. Много возможностей. И здесь немножечко человек рассеется. И такой вот, а что выбрать? А мне и это хочется, и то хочется. И все хочу, и хочу все одновременно. Вот немножечко такая вот ситуация еще может быть. Поэтому немножечко сдержитесь и сконцентрируйтесь. Что сейчас важно. И берите то, что надо. Или принимайте решения, которые нужны. Скорпион. Шестерка. Шестерка жезлов. Быть на коне. Быть победителем. Быть триумфатором. Быть лидером. Преодревать какие-то сложности, препятствия. Да, может быть, что-то шло негладко в вашей жизни. Постоянные эмоциональные какие-то качели. Скачки были такие, да, или неприятности, да, бывают в жизни. Но здесь вот именно преодолевание. Здесь, когда вы выходите победителем из какой-то ситуации. Когда вы получаете какой-то результат. Когда вы видите прогресс, успех какой-то в своей жизни. Когда вы самостоятельно этого добиваетесь. Потому что здесь вы вкладывали энергию. Здесь вы проявляли активность. Здесь, наконец-то, вы добиваетесь чего-то. Вы видите какой-то сдвиг в каких-то ваших делах. Получаете ростки своих действий уже, да. Также это смена в статусе. Это будут несколько вариантов. Например, один из вариантов, это как какое-то карьерное предложение деловое. Например, вас повышают. Вы возглавляете какой-то проект, отдел. Становитесь лидером. Становитесь во голове чего-то. Или, может быть, вы открываете даже свое дело, свой бизнес. Который начнет развиваться очень быстро. И привлекать много внимания людей, клиентов, аудитории. Также здесь смена статуса может являться для кого-то. Это как рождение ребенка. Когда вы становитесь родителями. Естественно, статус меняется. Либо вы недавно вышли замуж. А теперь берете фамилию мужа. Опять-таки статус меняется. Либо, если вы блогер по профессии. Это, может быть, вас публика воспринимает. Это ваши подписчики. У вас прибавляются, может быть, подписчики. Или, может быть, соцсети развиваются очень быстро. Какой-то сдвиг, взлет, может быть, внезапный. Или еще здесь делать какие-то публичные выступления. Вебинары проводить. Семинары и так далее. Когда вы в центре внимания. Когда вы говорите, вас слушают, вас понимают, вас поддерживают. Вами восхищаются. Ну и также вы можете гордиться даже собой. Потому что здесь будут какие-то превосходные результаты. Превосходные какие-то сдвиги в вашей жизни. Где это может принести радость. Где вы можете просто порадоваться за себя. И сказать, вот, и я достигла. Или у меня получилось. Стрелец. Восьмерка. Восьмерка Пентакли. Здесь вы мастер-специалист какого-то своего дела. Вы развиваетесь в какой-то области. Но вы являетесь потрясающим опытным специалистом. Когда вы просто знаток своего дела. Здесь вот может быть, когда в очередной раз вам дают какую-то ответственность. Какую-то работу. И здесь вот нужно поглубляться во что-то. Концентрироваться. Сделать что-то вовремя. И здесь еще вас ценят. Ценят ваш опыт. Вашу специальность какую-то. Также еще может быть здесь появится какой-то клиент. Который будет готов заплатить вам больше и лучше. Либо может быть ваша заработная плата поднимается здесь. Потому что вы недавно прошли какой-то тренинг. Или здесь вы проходили какие-то курсы онлайн. Что-то вы делали, где вы пополняли свои знания. А теперь вы можете на этом зарабатывать еще больше и лучше. Вы притягиваете финансы к себе. Это какие-то выплаты. Может быть вам кто-то заплатит. Или даст какую-то сумму денег. Потому что вы что-то сделали для этого. Или здесь тратится может быть и вкладываться в себя. В свое дело. В свой бизнес. Или вот что-то для работы может быть приобретать. Нужно будет еще. Человек будет расчетливый. Когда вы будете знать куда потратить. Что лучше, что нужно, что не нужно. Еще здесь это может быть как финансы переходят на другой уровень. Человек зарабатывает, как я говорю, уже больше и лучше. Или может быть вы учились. Вы здесь учились какому-то мастерству. И вы получите какой-то сертификат, диплом. Потому что это завершение чего-то может произойти. Еще бы я, наверное, сюда добавила как вариант. Это когда у вас появляются какие-то ученики. Когда вы начинаете обучать кого-то. Какому-то мастерству. И здесь вырабатываете хорошие, приличные деньги еще. Козерог. Туз. Туз жезлов. Начало чего-то. Какие-то позитивные известия. Новости. Желание начать. Стремиться. Достичь какие-то цели. Реализовать что-то. Предоставляются будут какие-то возможности, за которые нужно хвататься, а не упускать их. Как быть решительными, быть смелыми. Здесь именно, знаете, как будто вот идея, желание, стремление какое-то, фокус какой-то сменится на что-то новое. Начнете делать то, чего не делали еще. И вот здесь вот именно то, что вы будете делать, это принесет вам хорошие результаты, успехи. Это может быть связано с чем угодно. Для кого-то это образование, для кого-то открытие своего бизнеса, для кого-то кто-то меняет работу, может быть, и так далее. Или оформляет какие-то документы. Все здорово складывается, очень быстро и легко получается. Вот такие вот могут быть какие-то, к примеру, подобные ситуации. Поэтому смело хватайтесь, делайте, начинайте, все получится. Будут потрясающие результаты. Вы не пожалеете. Водолей. Карта повешенный. Момент ожидания. Вот здесь вот когда какой-то, может быть, застой. Или вот здесь вот какой-то момент ожидания, когда вы ждете каких-то известий, новостей. Что-то зависит не от вас, а от самой ситуации здесь. Это также может быть, когда вы должны будете поглубиться, уйти с головой в какой-то проект, выполнить какую-то работу срочно. Здесь что-то доделать, быстро успеть. Вот здесь вот хорошо будет развита концентрация, когда человек сидит на одном месте и концентрируется, уходит с головой прям в какой-то проект. И нужно вот что-то досрочно сделать. В негативном смысле это могут быть эмоции, когда эмоции зашкаливают здесь. И человек очень, знаете, депрессивно себя как-то ведет. Когда расстраивается, когда обижается, когда хочет, чтобы его поддержали, поняли. Здесь вот даже жалеет себя в какой-то ситуации. Может быть, кто-то постоянно что-то обещает, но не сдерживает своего слова. И вот здесь вот такие ситуации, как опять 25 получается. И вот здесь вот может немножечко вызвать такое вот эмоциональное состояние. Или это такой вот ленивый день, когда неохота принимать какие-то важные решения, когда вы хотите, чтобы вас не трогали, когда вы хотите посидеть тут, куда расслабиться как-то. И вот сегодня не рабочий день. Не хочу ничего делать. Немножечко такое вот ленивое состояние тоже вот может быть еще. Или находиться в каком-то напряжении. Как вариант еще вот так вот может быть. Может быть, на работе в таком вот подвешенном состоянии, в напряжении немножечко находиться, потому что вот что-то быстро, досрочно нужно сделать. Или руководитель в последнюю минуту, может быть, дал какое-то задание. И здесь вот пока не выполнишь, как говорится, не освободишься, да? Не закончишь на сегодня. Вот подобные моменты могут быть. Рыбы. Карта звезда. Старший аркан. Исполнение желания, реализация цели, какие-то достижения. Дотянуться до своей мечты, до своей звезды. Вот здесь вот то, что вы хотели, во что вы верили. И здесь, наконец-то, реализовывается, у вас получается. Это также какие-то, может быть, награждения, почетные грамоты, какие-то сюрпризы, подарки. Когда вы в центре внимания, когда вы привлекаете внимание к себе. Вы становитесь популярными среди своих родственников, знакомых, близких, коллег. Или если вы блогер по профессии, то здесь, может быть, вас поддерживает публика. Вы делаете какое-то публичное выступление. Вы становитесь популярными. Или вы, может быть, оказываете какие-то услуги, продаете какие-то продукты, и они становятся популярными онлайн. Или вы идете в какое-то популярное место. Общаетесь с какими-то людьми, которые достаточно, может быть, известны. Или были в место какое-то популярное. Или на концерт идете. Или встречаете какую-то звезду. Или знакомитесь с кем-то известным. Вот могут быть вот такие вот подобные моменты. Или вы внезапно здесь прославляетесь. Да, звезда родилась яркая. Вот. Если все то, что я перечислила, не связанное с вами, то это, может быть, знакомство с каким-то таким человеком, достаточно известным. Или с какой-то популярностью. Это, может быть, по гороскопу Водолей. Вот. Или, может быть, здесь у вас появляется новое желание, новая цель. И вы делаете все невозможно. Возможное и невозможное для того, чтобы добиться своего. И получить какой-то результат. Вот здесь вот приведет что-то вас к какому-то успеху, к каким-то достижениям. Исполнилась мечта, реализовалась цель. Вот такое вот состояние. Это такой вот звездный час. Когда все в течение дня складывается, получается. Здесь никакие события вас не могут расстроить. Наоборот, вас что-то радует, вдохновляет. И здесь, может быть, еще больше у вас появляется вера и надежда, что все возможно в этой жизни. Вы сможете добиться всего, все те цели, которые вы поставите перед собой. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok